Вера, глубоко задумавшись, сидела у окна. Наступил зимний вечер, в окнах домов зажгли свет, а ей было все равно, светло или темно. Вере было о чем задуматься. Кажется, у нее есть все. Квартира, хорошая работа, и живет она не хуже людей. Только вот упорно не везет ей в личной жизни. Часики тикают, все ее одноклассницы повыходили замуж, растят детей, а она все одна. Неужели ей, не глупой, симпатичной девушке, суждено идти по жизни старой девой? Но чем я хуже других, думала Вера, глядя на своих, искренне сочувствующих пушистых друзей, льнувших к ней со всех сторон. Родители Веры ушли из жизни рано, один за другим, и она жила на попечении бабушки, решив, что непременно станет медиком. Окончив школу, подала документы в мединститут, но не прошла по конкурсу. Поступила в медучилище, на фельдшерское отделение и теперь работает сутками на скорой. Обожающая ее бабуля давно перебралась в свой дом в частном секторе, чтобы ненаглядная внучка смогла устроить личную жизнь, а она все не ладилась. В детстве Вера мечтала о коте и собаке, но у матери была аллергия на шерсть. Выяснилось это, когда дочь сияющими от счастья глазами принесла бездомного котенка-подростка. В тот же день у мамы начались приступы астмы. Пряника пришлось отнести к бабушке. Когда родителей не стало, появился еще котик, Тишка, подобранный возле мусорки. Вере очень хотелось иметь и собаку, но бабушка не соглашалась, боялась такой ответственности. Сейчас же вместо спутника жизни у Веры есть пятеро верных ласковых друзей, без которых жить было бы и вовсе тяжко. Дворняга-пуля была найдена блохастым тощим щенком, отирающимся в мороз возле супермаркета. Продрогший малыш пытался прошмыгнуть в теплое нутро большого магазина, но охранники грубо прогоняли бродяжку. Вера запихнула беднягу в сумку и поспешила домой. Это была сообразительная, энергичная девчонка, носившаяся со скоростью реактивного самолета, за что и получила кличку «Пуля». Она тут же подружилась с Тишкой. На этом все не закончилось. Вскоре в доме появилась таксоморфуша. Хозяева, жившие в соседнем доме, переезжая в новую квартиру, решили, что ей в ней не место, еще испортить дорогой ремонт и новую мебель. Они оставили малышку зимой во дворе и уехали. Криволапая, умная коротышка поняла, что ее бросили и с неделю плача моталась возле дома, норовя пробраться в теплый подъезд, пока Вера не узнала о ее трагедии от местных собачников. Она забрала Марфу домой и долго лечила ее застуженные уши. Это была идеальная домашняя собака, спокойная, рассудительная и хозяйственная, как мудрая женщина. У Марфы периодически болели уши, и на прогулке в холодные дни Вера повязывала ей теплую шаленку. Такса была совсем не против мягкого пухового платка и носила с удовольствием, но выглядела в нем очень комично, семеня по дорожкам, как маленькая строгая старушка. Кошка Николаевна пришла сама. Ранним утром, торопясь на дежурство, Вера вышла из подъезда. Прямо ей в ноги с утробным криком подкатился живой снежный ледяной ком, оказавшийся обезумевшей от голода и холода кошкой. Девушка запустила кошку в подъезд к теплой батарее, дала два бутерброда с сыром и колбасой, и прикрепила на стену записку. «Пожалуйста, прошу, кошку не выгонять. Приеду с дежурства и заберу. Если напачкает, уберу. Вера из квартиры пятнадцать». Дома Вера, не раздумывая, назвала новую питомицу Николаевной, подарив свое отчество, на которое та неожиданно отозвалась. Николаевна, крупная строгая кошка с амбициями и сохраненной, несмотря на скитание, порядочностью, быстро освоилась и стала командиршей. Вся стая беспрекословно подчинялась растудительной, похорошевшей на домашних харчах Николаевне. Кошка установила в доме свои порядки поведения и соблюдения чистоты, строгое требуя их выполнения. Даже по ночам пушистая управдомиха по несколько раз делала обход своих владений и всех проверяла. Мало ли что. Позже всех появился маленький тихий котенок Мишка, найденный Верой в парке. Малыша чуть не заклевали две вороны. Став взрослым котом, он оставался таким же скромным и тихим, каким был в детстве. Мишка всегда и со всеми был согласен, никогда не спорил и не дрался. Все пятеро бывших беспризорников жили дружно, стараясь не огорчать свою хозяйку. Вера души не отчаяла в своих хвостиках, хотя точно знала, что не всем серьезно настроенным женихам понравится такая команда в доме. Бабушка, вздыхая, предупреждала ее о том же. Ой, Верочка, ну куда же тебе так много-то? Ведь только подумать, две собаки и три кошки. Ну ладно, пусть у тебя квартира не маленькая, но ведь не всем такое понравится. Молодые люди нынче с гонором, не все так, как ты, животных любят, да и хлопот лишних побоятся. Значит, не мой этот человек, и мне он не нужен, бабуль. Так и вышло. С Алексеем Вера познакомилась, когда только начала работать и встречалась с ним полгода. Оказалось, что молодой человек терпеть не может домашних животных. После расставания с Лешей Вера особо не переживала. Потом в жизни девушки появился Максим, очень привлекательный, веселый молодой человек, чемпион области по плаванию. Максим умел преподнести себя красиво, ухаживал и иногда помогал, выгуливая пулю и морфушу. Дело шло к свадьбе. Только со временем питомцы почему-то начали его сторониться. Пуля напрямую порыкивала на Максима, а морфуша и вовсе пряталась за Веру и лаяла. Коты не подходили, а Николавна шипела, не давая ему даже прикасаться к себе. Однажды Вера, готовящая ужин, вышла на балкон и увидела, как всегда веселый Максим с перекошенным от злобы лицом ударил морфушу, случайно наступившую грязной лапой на его белые кроссовки. Пуля хотела заступиться за малышку, но крепко получила тяжелым кожаным поводком по морде. Вера выбежала во двор, забрала поводки у улыбающегося, как ни в чем не бывало, жениха и молча с силой огрела его поводком по рукам. «Верочка, да ты что, больно же!» Теперь она поняла, почему ее собаки и коты так не любят Максима. «Ах, тебе больно? А им нет? Да как ты смеешь бить моих животных? Я тебя, наверное, тоже раздражаю. Может быть, ты и меня ударишь?» «Да я так слегка поучить, чтобы по ногам не топтались. Убирайся и никогда не приходи больше!» «Да и, пожалуйста, невелика охота жить в таком зоопарке!» Максим зло расхохотался, поразвела дармоедов. Вера тяжело переживала это крушение своих надежд, и долго злые слова жениха звучали в ее голове. За год знакомства она привыкла к мысли, что Максим — ее судьба, и они будут вместе. А толком так и не узнала его, не сумела сразу разглядеть, что скрывается за его показным веселым добродушием. Прошел год, и она, почти совсем была смирившаяся с одиночеством, по-настоящему влюбилась. Да так, что день разлуки с любимым человеком казался ей вечностью. «Они познакомились случайно. Александр Яковлевич, врач-травматолог, дежурил в ночь, когда они доставили в приемный покой пострадавшего в ДТП, и что-то писал. Когда он поднял голову, и Вера встретилась с ним взглядом, ее словно током пронзило, и она пропала раз и навсегда. Она не верила в любовь с первого взгляда, считая, что так бывает только в книгах и в кино, а оказывается, зря». Александр, воспользовавшись служебным положением, раздобыл ее номер телефона и следующим вечером позвонил. Они начали встречаться. По поведению мужчины Вера чувствовала, что этот высокий, немногословный человек настроен по отношению к ней серьезно. Было одновременно и радостно, и страшно. А вдруг опять все закончится, как прежде? Нет, она этого не переживет. Вера решила скрыть от Саши своих питомцев. Выйдет замуж, тогда будь что будет, признается. Прошло полгода. Саша познакомил Веру со своей сестрой Светланой и ее мужем. Ездили на Сашиной машине в другой регион знакомиться с его родителями. Вера познакомила его с бабушкой. Она не раз была в гостях в его однокомнатной, холостяцкой, но опрятной квартире. А Саши у нее нет. И это начало выглядеть подозрительно. Ее отговорки про приехавших родственников, их заболеваниях гриппом уже не помогали. Надо было что-то предпринимать. Или признаться, что у нее дома куча питомцев, или продолжить обманывать и дальше. Вера решилась. Всех своих питомцев Вера отвела и отнесла вместе с имуществом к бабушке. Пуля и Марфуша бывали у нее. Коты старушку обожали, с пряником дружили. И на этот счет она не волновалась. Бабушке эта идея совсем не понравилась. Вера, так нельзя. Александр Яковлевич очень порядочный человек, а ты начинаешь с обмана. Бабулечка милая, я жить без него не могу. А вдруг он меня из-за них бросит. И без них не могу. Ведь ты знаешь, у меня нет другого выхода. Ну хорошо. Только будешь приходить каждый день, когда не на работе. Ой, внучка, смотри сама. Но добром это не закончится. Каждый день Вера, скучая, ходила к своей хвостатой команде. Подозрения Александра развеялись, и он торжественно сделал ей предложение, подарив колечко с имитистом в виде сердечка. Только у меня богатого приданного нет, предупреждаю. Смеялась счастливая Вера. Подали заявление. Приближался день свадьбы, и хлопот был полон рот. Вера с Сашей только успевали поворачиваться. После очередного дежурства Вера позвонила бабушке и обещала прийти к вечеру. Ей надо было купить свадебное платье, зайти в ресторан за меню и в ювелирный салон с Сашей. Усталые невеста и жених попали домой к Вере только после обеда. Надо было еще решить, сколько будет гостей с обеих сторон, и выбрать блюдо, чтобы заказать банкет. Наскоро перекусив, пили чай с пироженами и считали гостей. Спешили, потому что на завтра с Сашей на спаренные сутки. Надо было как следует отдохнуть. Александр хотел бросить в мусорное ведро пустую коробку, но оно было переполнено. Я сейчас быстро вынесу. Он вынул ведро, и выпали упаковки с остатками корма для кошек и собак. Откуда это? Да так, Саша, неважно, потом расскажу. Вера быстро перевела беседу на другую тему. А в это время бабушка выпустила пулю и морфушу погулять во двор и стояла, наблюдая за их беготней по свежевыпавшему снегу. Тут пришла почтальон с пенсией, пенсионерка наспех повела ее в дом. Заходя, почтальон не прикрыла плотно калитку и входную дверь. Николавна, Тишка и Мишка вышмыгнули во двор. Только пряник остался дома. Коты и собаки на минутку собрались в кружок, а затем быстренько выбежали на улицу. Впереди всех пуля замыкала колонну Николавна, следя, чтобы никто не отстал. Люди с удивлением смотрели на необычное шествие. Особенно на пешеходных переходах. У пули была цепкая память, она запомнила дорогу на отлично и вела стаю домой к любимой хозяйке. Бежали бодренько. У морфуши от бега сбился на бок платок, вызывая добрые улыбки прохожих. Александр услышал, как кто-то скрылся в дверь и поскуливал или мяукал. Он открыл дверь и застыл от удивления. В прихожую уверенно ввалилась довольная такса в платке, за ней еще крупная собака, потом гурьбой коты, все в снегу и в приподнятом настроении. Ого! Это что за бригада? Вера выбежала в прихожую и, закрыв лицо руками, села на обувную полку, опустив от стыда голову, беззвучно заплакала. «Вера, это твои? Все?» «Да, они были у бабушки». Посчитав этого гостя виновником хозяйских слез, Пуля и морфуша принялись облаивать его, а Николаевна угрожающе зашипела. «А говорила, что приданого нет». Александр надел куртку, вышел, сел в машину и уехал. Вера позвонила бабушке и успокоила ее, не желая расстраивать. «Вот и все. Не будет никакой свадьбы, так мне и надо», — думала невеста, обнимая соскучившихся питомцев. Она не стала звонить ему, чтобы объяснить свой поступок. Теперь все это бессмысленно. На душе было пусто и гадко от собственной лжи. Лицо опухло от слез. Прошло несколько часов, в дверь позвонили. На пороге стояла ее Саша с мешками дорогого корма для кошек и собак. Улыбаясь, положил покважу и снова вышел. «Не закрывай, я сейчас». Через несколько минут он вошел, держа на поводке таксу в красном комбинезоне. «Это моя собака Ника, а это Маруся. Они были у Светы». Саша вынул рыжую кошку, прятавшуюся под курткой. «Примите в свою команду». Прошли годы. Вера Николаевна и Александр Яковлевич часто вспоминают эту историю и смеются. Кто знает, может быть, не будь этого приданого, неизвестно, как сложились бы их судьбы и не были бы они столько лет вместе. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.